Добрый день, дорогие горожане! Снова, как всегда, по воскресеньям в эфире национального телевидения программа «Горожане», которую веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И съемка ведется 19-го числа, я напомню события годичной давности, когда вся, без преувеличения сказать, республика, она ждала из Новосибирска анализа одного единственного человека. Андрея Коробова, тот менеджер ЕТЭК, который стал в республике нулевым пациентом с ковид. И мы сегодня рады приветствовать в стенах Национального художественного музея людей, которые год провели, скажем так, в условиях военного времени. Это Надежда Николаевна Тихонова, заведующая инфекционным отделением Якутской городской клинической больницы. Заведующая инфекционным отделением Якутской республиканской клинической больницы и Татьяна Ивановна Прокопьева, врач-терапевт. Мирное время, она заведовала дневным стационаром, военное, скажем так, такое тревожное время, как многие медики, они встали на работу в ковидных отделениях нашего города. И я с особым вниманием хочу сказать большое спасибо коллективу Национального художественного музея. И хотел бы напомнить, что до конца 2021 года, кстати, вы, наверное, первые, может быть, участники акции, которая называется «Искусство лечит». Все врачи могут посещать художественный музей по субботам абсолютно бесплатно, скажем, да, приобщиться к прекрасному. Наверное, на самом деле, очень хорошая задумка хороших людей. И, ну, давайте, вот сегодня ЯКТ запустил такой тест, да, как вы помните, там, события вот этого локдауна, пандемийные вот эти вещи и так далее. Ну, не секрет, что многим горожанам пришлось перестраиваться. Просто перестраиваться из-за того, что невозможно стало ходить из дома, невозможно стало появляться с открытым лицом, невозможно стало, там, не знаю, подойти и обнять друга. Элементарные вещи вроде бы, да? Но, оказывается, они так были нужны в обычное время. Как вы думаете? Ну, вот эти события, конечно, они полностью изменили представление наше. Ну, вообще много, мне кажется, большинства горожан. Потому что, в целом, когда мы только вот услышали информацию о том, что в Китае появилась такая инфекция, ну, обычно это очень широко оповещается. Вообще любые инфекционные заболевания, вспышки. Ну, вспомним тот же Эбола, когда в Африке появился этот вирус, то было тоже очень много информации, очень много было таких всяких выступлений, а будет ли у нас Эбола и так далее. Помню, даже у нас на НВК была такая программа. Но, в целом, это казалось, что это где-то далеко и, может, нас не коснётся. И когда вот эта ситуация произошла, началась в декабре, и мы это всё тревожно так отслеживали в январе месяце и в феврале месяце. И была такая надежда, когда закрыли границы, что, может быть, в Якутию всё-таки не завезут, ну, не попадёт этот вирус. Но случилось то, что случилось, конечно. Вообще, надо сказать, что не было такого страха, когда эта инфекция начиналась. Хотя, в принципе, информация была такая скудная, её не очень много было, потому что всё-таки это новая инфекция. И сказать, что мы имели представление о том, как лечить таких больных, её было не так много, потому что, к сожалению, весь мир тогда тоже пробовал лечить. Потому что вначале была информация о том, что это респираторная инфекция, что она поражает лёгкие. В основном, все думали, что это типа гриппа. И свидетельством тому, что коронавирусы, по идее, это вирусы, которые поражают верхние дыхательные пути. Существует понятие тех коронавирусов, которые сезонно у нас присутствуют среди населения. Они каждый год бывают, и мы с ними сталкиваемся, но они не вызывают такой картины. А тут случилось так, что, конечно, очень тяжёлое течение. И вот это непонимание того, чего ожидать, скорее всего. И поэтому ситуация, когда стали закрывать учреждения, школы, когда мы уже закрылись от всего мира, когда некоторые города и посёлки стали вообще закрываться полностью, конечно, это была вынужденная мера, потому что это была неизвестность. Мы не знали, чего ждать, как будет развиваться событие. И, конечно, нужно сказать, что вот тот период мы старались всё-таки очень много информации впитывать, брать извне, то есть смотреть, как в мире, а как в России. И очень быстро отреагировал наш Минздрав тем, что стали выпускаться рекомендации по лечению таких больных, но они у нас поменялись, и сейчас мы десятая версия. То есть, представляете, мы за год 10 раз поменяли рекомендации по лечению этих больных. И вот благодаря таким рекомендациям мы как-то более, ну, честно говоря, начали осознанно. И понимания этой болезни, к сожалению, до сих пор нет. То есть мы сейчас знаем, что это такое, да, как оно может протекать, но, к сожалению, вот до конца понятия, а что будет завтра с этими же больными, и что будет с населением, которое привилось, мы пока сказать не можем. То есть, ровно как и год назад, доля неопределённости, доля неизвестности, она... Она пока ещё остаётся. Это, наверное, самое худшее. Да, скорее всего. Помните, а всё-таки вначале говорили, что это Мерс, Сарс первый, да, который в 2008 году был, они очень уродственные, все, скажем, вся аналитика была нацелена на это. Но, в принципе, мы же помним и те времена, когда вот первый вот, как он назывался, атипичная пневмония, атипичная пневмония, потом назывался ближневосточный синдром, в принципе, респираторный, да, тогда, слава богу, это нас не коснулось, потому что это быстро локализовалось, хотя, в принципе, тогда были сообщения о высокой летальности от этих вирусов, ну, от разновидности вот этой коронавирусной инфекции. Но мы тогда вот получили информацию, но, по идее, мы с этими больными не сталкивались, с такими больными. Есть ли надежда на то, что ковид, он также видоизменится? Многие же тоже пишут, что приобретет сезонный характер. Да, скорее всего. Уже нам с ним, уже по пути, скажем, надолго. Нет ли надежды на то, что он будет меньше убивать? Да, конечно. То есть, это, по идее, закономерность такая, что, в принципе, если вирус будет сохраняться в популяции, постепенно население к нему либо адаптируется, либо начнет вырабатывать само антитела, и количество человек, которые болеют этой инфекцией, будет становиться меньше, и, конечно, будет снижаться уровень летальности от этой инфекции. К тому же, мы сейчас начали вакцинироваться. То есть, возможно, когда-нибудь эта инфекция станет управляемой, такой же, как гепатиты, такой же, как туберкулез, как корень. То есть, те инфекции, которые благодаря вакцинации, мы не встречаем такие большие вспышки, и нет такой летальности. – А если судить по течению болезни, что в общем между гриппом? У гриппа же тоже довольно много осложнений, довольно много неприятных вещей, которые сопровождают тяжелое течение. Многие же, те, которые отрицают вообще явление, вот нас пугают искусственно, насаждают и так далее, они говорят, ну, это обычная ОРВИ, которая довольно тяжело протекает и так далее. Может, попробуем их опровергнуть? – Ну, дело в том, что в чём схожесть гриппа и коронавирусной инфекции? Во-первых, механизм проникновения. То есть, оба вируса проникают через верхние дыхательные пути, и размножаются они там же. То есть, и грипп, и коронавирус, он находится в верхних дыхательных путях, и там же размножается. Вот в этом сходство. Но затем грипп, он может остаться там же, да, то есть протекать, может спуститься в лёгкие. И на этом эта инфекция может закончиться. То есть, развитием пневмонии, осложнением, наслоением бактериальной флоры и, как бы, вот, возможно, летальным исходом у тех, у кого ослаблен иммунитет. Коронавирусная инфекция, вот сейчас пришло понимание, что, к сожалению, это не просто респираторная инфекция, это так называемый системный воскулит. То есть, это поражение сосудов в основном, да, и поражение почти всех органов и тканей, к сожалению. То есть, это такой некий токсин? Это не токсин, то есть, это воздействие вируса, который проникает через очень интересные рецепторы к нам в организм, да, которые находятся во многих органах. И в результате проникновения он поражает многие. Если вирус гриппа, он конкретно прикрепляется к клеткам только носоглотки, то вот этот вирус, он может размножаться во многих клетках нашего организма. Поэтому мы говорим о системности, то есть, поражении не одного органа, а нескольких органов. Как специалисты, а почему человечество не сталкивалось с подобным до того? Ведь коронавирусов, ну, перечень очень большой. Ну, дело в том, что вот всё живое меняется, всё живое обретает новые свойства, да, и всё живое стремится выжить, и выживает сильнейший. К сожалению, вот это относится и к микроорганизмам, таким как вирусы. То есть, они приспосабливаются, они начинают вырабатывать новые свойства. И, возможно, вот это мутации, которые привели к тому появлению этого вируса, разновидности этого вируса, они сыграли свою роль. — Давайте вернёмся к событиям годичных. Вот, Татьяна Ивановна, Надежда Николаевна, кто-нибудь из вас имел отношение к тем событиям, когда доставили товарища Коробова? — Ну, когда товарища Коробова доставили, нас очень быстро тогда перевели в другой корпус, потому что срочно переводили инфекционное отделение на режим особо опасных инфекций, да. У нас же там не только одно инфекционное отделение, то есть там у нас и кишечное отделение, и гепатитное отделение, и воздушно-капельное инфекции, и палата интенсивной терапии. Поэтому вот срочно, чтобы оставить только под ковид, нас срочно перевели в другой корпус, и мы там развернулись и начали работать уже как… ну, остались чистым инфекционным отделением. Поэтому, честно говоря, начало работы с инфекционными больными, вот с такими ковидными, мы не застали. — Наверное, всё-таки коллеги рассказывали, какие миры принимались, какие… ну, вообще, что происходило там? Вы можете… не то, чтобы передать, как… — Ну, вообще, конечно, так как этот вирус оказался высоко контагиозным, да, мы тогда представления не имели о том, что… насколько, да, а всё, что неизвестно, оно вызывает такую реакцию, когда нужно что-то предпринимать конкретно, чтобы вот это дальше не распространялось. И тогда же мы впервые столкнулись с понятием того, что мы должны работать в средствах индивидуальной защиты. Конечно, мы каждый год готовились к таким особо опасным инфекциям, но это разовые мероприятия были, когда мы специально одевали специальную одежду, там встречали якобы там скорую помощь и так далее. Это всё учёба. Но эта учёба, конечно, она подготовила нас к тому, что мы начали все одеваться теперь в вот эти средства индивидуальной защиты. Вот это и сейчас остаётся очень сложным, когда ты вынужден одевать на себя дополнительную защиту, да, то есть эти костюмы, респираторы, маски, очки, перчатки двуслойные. И в этом очень сложно бывает работать, очень сложно. Потому что, во-первых, когда говоришь, тебя не очень хорошо слышно, ты не очень хорошо слышишь, что тебе говорят. Как работают наши медсёстры, я просто поражаюсь, потому что это нужно найти вену, поставить инъекции. Это они постоянно должны сидеть, измерять там определённые параметры у больного, да. А реанимации я вообще молчу, потому что они работают и с искусственной вентиляцией лёгких, и постоянный контроль с этими тяжёлыми больными, они достаточно работать тяжело. Вышел приказ как раз в 20-х числах марта, да, после первого случая о том, что все вот плановые госпитализации не прекращаются до особого распоряжения. Меня перебросили, значит, в третьем корпусе, на Стадухино 81, в третьем корпусе, открылось проверзанное отделение. Меня командировали туда. Сначала я две недели отработала в приёмном отделении, куда принимались пневмонии, но которые ещё неизвестны, заражены они коронавирусной инфекцией или нет, эти пациенты. Я, значит, работала там. Ну, что было? Например, действительно, вот эти вот учения нам помогли. Первые дни звонила скорая. Везём подозрительного на коронавирусную инфекцию, но не подтверждённую лабораторно. Естественно, мы вся смена облачались вот в эти СИЗы и ждали. Принимали пациента, значит, госпитализировали его в отделение. Потом всё это опять как бы всё по технике с нами проходили. Нас обучали и врачи-инфекционисты, и врачи-эпидемиологи. Всё это снималось, снова ждём. Поступали, конечно, пациенты, которые больше подходили под бактериальную пневмонию. Тогда мы, как обычно, но всё равно в очках, и требовали в очках, и в респираторах, масках, дополнительная защита, но не без этих костюмов. Но и вот такое у меня было как бы первые дни. Это было в конце марта. Потом, значит, меня перевели уже в стационар, куда принимали пневмонию. Но тогда уже пневмония, вышел приказ о том, что все пневмонии, они уже была готовность номер один. То есть это уже были потенциальные пациенты, заражённые коронавирусной инфекцией. То есть если пневмония, то автоматом уже ковидная? Ну, практически, да. Мы уже были на готове. А в мидное время, Татьяна Ивановна, Вы же терапевт, в мидное время вот этих пневмоний, их же меньше? Ну, я бы не сказала, что вот последний, я заметила такую тенденцию, что последние 2-3 года всё-таки количество случаев пневмонии, оно всё-таки увеличилось. В нашем корпусе есть отделение, единственное отделение пульмонологии, куда поступают средние и тяжёлые степени пневмонии, да, практически, там оно всегда было полное. Но я так обратила внимание, что даже летом, я думала, что летом всё-таки там же снижается количество ОРВИ, да, простудных каких-то заболеваний, но даже летом отделение пульмонологии, оно всегда было... Дозаполнено. Да. И какая-то часть пациентов переходила ко мне. Ну, смотрите, я, в принципе, вот со многими работниками здравоохранения общаюсь, да, очень многие указывают на то, что в ноябре, в декабре прошлого года, да, позапрошлого, вернее, уже года, 19-го года, была вспышка, большая вспышка именно вне больничной пневмонии, которую, ну, на фоне вот разворачивающихся событий, многие сочли, они были летом первой волны ковида, да? Пульмонологическое отделение у нас очень настребовано. И очень много больных поступало, со слов, ну, врачей-пульмонологов, мы же сейчас вместе работаем, они вот говорили, что да, в конце прошлого года, 19-го года, я извиняюсь, было достаточно большое поступление больных именно с двусторонними пневмониями. Но сказать, что это был ковид, конечно, потому что первые случаи тогда только-только разыгрывались в декабре месяце в Китае, да, когда это была подтвержденная ковидная инфекция, когда только впервые выявили этот вирус. Просто жизнь сейчас такая, что пневмонию подхватить проще простую. Вот Татьяна Ивановна же говорит, даже летом кондиционером продуло, человек схватил двустороннее пневмонию. Абсолютно нормальное, не то чтобы нормальное, это исключительно, конечно, но встречается, и довольно часто встречается. Но мне кажется, всё-таки это связано с иммунной системой человечества в целом. К сожалению, экология, питание, привычки человеческие, они способствуют тому, что в последнее время, да, у нас достаточно часто бывают поражения лёгких. Кондиционеры. Естественно, загазованность, курение, там определённые вот эти, то, что ходят раздетыми. Утро очень рано, быстро молодёжь раздевается, у нас как только потепляло, всё, все бегают. Возможно, это играет свою роль. Потом употребление антибактериальных препаратов бесконтрольное. Вот это вот приводит к снижению иммунной системы, и к тому, что вот это всё проявляется. Конечно, играет очень много роли. Почему я вспомнил кондиционеры? Потому что были страшилки такие, схватишь там легенеллу и тому подобное, чистим машине, обязательно испаритель. Есть такие страшилки. Респираторных возбудителей очень много. То есть тех микроорганизмов, которые проникают в наш организм через дыхательные пути, их много. Некоторые из них оседают в лёгких, да, такое. И некоторые остаются в верхних дыхательных путях, но потом могут спуститься вниз в лёгкие. И поэтому, конечно, вот спектр этих микроорганизмов большой. Не могу не задать вопрос такого плана. То есть были определённые данные с китайской стороны, да. Потом, опять же, в неформальных беседах многие говорили. К примеру, у нас коллеги, которые лежали в больнице пульмонологии, да, говорили. Почему-то курящих там мало. В смысле, с коронавирусом вообще. Если это миф, может, ваш вопрос подскажет. Ну, честно сказать, ответить на этот вопрос я не могу. Сначала заметили это китайцы. Да, заметили китайцы. Такая информация была со стороны китайцев. Мы, конечно, не анализировали. Это нужно анализировать полностью все истории тех больных, которые лежали. К сожалению, ответить этим никто не занимался. У нас конкретно стояло такое положение было такое, что к нам в стационар привозили самых тяжёлых. И конкретно шла борьба за жизнь. И поэтому, вот, проводить такое исследование, скажем, а курил человек, не курил человек, ну, честно говоря, в этой ситуации не было такой необходимости. — Были ситуации, когда, ну, вот так вот сидели, да, с людьми. Ну, чай попили, без масок, соответственно, и так далее. Потом, спустя два дня, собеседник уже с подтверждённым ПЦРом и так далее. У тех, которые, ну, являлись собеседниками, никаких этих… Почему вообще избирательность такая? И какой процент населения вообще поражает коронавирусом, на Ваш взгляд? Есть же люди, которые, ну, вроде бы ходят, должны были заразиться. И неоднократно. Или они счастливы? — Ну, этот вопрос тоже очень интересный, и он обсуждался в научных кругах, вообще в медицинских кругах. Об этом очень много идёт дискуссий. Почему кто-то болеет, а кто-то не болеет, да? И вроде бы все сидят, контактируют, да? Вот, скажем, из нас троих. Двое заболели, а один не заболел. Почему? Да? Но, честно говоря, на этот вопрос я тоже ответить не могу. Но иммунологи говорили, что всё это связано с иммунной системой. Ещё была замечена, по идее, ну, и иностранная литература, и наши какие-то определённые исследования, что болеют люди со второй группой больше крови. Есть такая информация, что вторая группа крови почему-то больше болеет. Тоже, видимо, какие-то генетические особенности, да? Возможно, состояние иммунной системы играет роль тоже. Контакты, если очень близкие контакты, тогда может заразиться человек. Но, честно говоря, на этот у меня вопрос, ответ. Глава выступал буквально позавчера, да? Позавчера, по-моему, выступал. Он говорил, что сейчас постепенно снижается опять количество коек, да, ковидных. Но в пик достигало там три с лишним тысячи коек по республике, да? Вообще, вот вам, как работникам здравоохранения, было видно, что авральном ли порядке переводили всех на ковид-рельсы? Вот я помню, на Губино, там, в общежитиях и так далее, ну, такие. Как они назывались-то? Не провизоры, а обсерваторы, да, обсерваторы. Были развернуты во многих общежитиях, там, и так далее. Ну, вообще, какие меры, вот, как вы считаете? Это не было в районе работы, потому что... Плановое всё? Это, да, в плановом порядке, потому что, как только началась эта инфекция, то есть, в март-апрель мы ещё работали, пока не так много было больных, то есть, объёмы коек, коечного фонда, скажем, ЕРКБ, оно соответствовало. Постепенно, когда мы... Ну, конечно, это же отслеживается ситуация эпидемиологами. То есть, они рассчитывают, что приблизительно в этот период начнётся повышение заболеваемости. В результате нужно, необходимо готовить койки. И уже с летом начали открывать эти обсерваторы, то есть, с лета начали работать поликлиники уже, как стационары. И к осени у нас, прямо вот, ну, совсем, когда плохо стало, то есть, это был ноябрь месяц, да, конец октября. Ну, вот после сентября где-то, начиная с октября месяца, когда началось очень большое повышение количества больных, то, в принципе, ну, я бы не сказала, что прямо в очень авральном режиме открывались, потому что стационары работали, временные инфекционные стационары работали, просто дополнительно открывались койки. – У меня вот, как у обывателя, видение было такое, да, вот март-апрель вроде потихонечку-потихонечку, мая определённая такая вспышка, и потом как бы середина-конца июня вроде бы всё пошло вниз. И в сентябре-октябре опять началось. А вы так, я так понимаю, утверждаете, что всё нашло урон? – Нет, я не говорю так, я просто утверждаю, что вот эти временные стационары обсерватора, они открывались не в авральном состоянии, то есть их всё равно открывали постепенно, то есть вот они готовили, так сказать, койки к повышению, к осеннему повышению. – То есть всё-таки осенью это была вторая волна? – Да, осенью была вторая волна. – Вторая волна. Лето мы абсолютно, ну, относительно благополучно провели все, да? – Да. – А что этому способствовало тогда? – Ну, этому способствовало, не знаю, какие факторы, ну, ультрафиолет, возможно, возможно, то, что всё-таки меры разобщения в определённой мере помогли, да? Потому что всё-таки не работали люди, основная масса перешла на дистанционные, и, в принципе, то, что предприятие культуры там, вот это вот ничего не работало, может быть, это способствовало. – Вакцинация, она сколько времени должна проводиться, чтобы, ну, вот устойчиво совсем, ну, на уровень гриппа хотя бы, вот на контролируемость, видите? – Ну, на уровень гриппа, я не знаю, даже когда мы выйдем, да, потому что гриппа тоже очень долго, по крайней мере, это вот поголовная вакцинация, она, которая идёт ежегодно, она тоже идёт, иногда проходит с таким скрипом. Ну, понятие антипрививочников у нас в России достаточно сильно. – Оно было всегда? – Оно было всегда, но я вообще в целом не понимаю позицию этих людей. Это величайшее достижение мира вообще, мирового сообщества, создание вакцины. То есть человечество сейчас живёт благодаря тому, что мы не болеем инфекционными болезнями. Мы доживаем до глубокой старости. Население мира растёт благодаря тому, что люди прививаются. Если бы не было вакцин, простите меня, мы бы, наверное, уже давно вымерли. Эти холеры, чума, брюшной тиф, сытной тиф, который сопровождает тот же грипп. Ну, сколько было, умерло население в первую пандемию гриппа? Это же практически испанка, да. – Там и населения земли-то было мало. – Но, простите меня, а соотношений тогда посмотрите? – Сколько народу было и сколько умерло? – У нас население якутска, ну, 340 тысяч. Заболело по всей Якутии 35 тысяч. То есть это 1% населения. 1%. А почему тогда осенью, вот в сентябре-октябре, было ощущение такое, всё, вот, кольцо сжимается, этот болеет, тот болеет, тот болеет, тот болеет. Как? Математически-то оно не совпадает. – Ну, на этот вопрос тоже сложно ответить, потому что, к сожалению, население республики у нас не такое большое, у нас миллиона нет. – Да. – Знакомых у нас очень много, родственников тоже самое, да. И вот это окружение, которое осенью стало болеть, да, конечно, осенью появилось ощущение того, что это везде, да, потому что болели все поголовные. И знакомые, и родственники, и родные, в общем, осень получилась так очень насыщенная, да. Но с чем это связано? Честно говоря, информация о пациентах, она, по идее, полностью регистрируется. То есть мы подаем всю информацию о том, кто поступил к нам, да, с каким диагнозом. И основной упор делался на наличие антигеновируса и, ну, самого вируса, РНК-вируса. Может быть, упор делался из-за этого? Возможно, информация такая пошла, что их не так, ну, количество как будто бы ограничено, хотя на самом деле переболели. – Вы сейчас осознаете, вот утром мне сказали, вот я захожу в зону, да? Вы сейчас осознаете полностью, что должны делать с человеком, утром, утром, там, определенную форму протекания заболевания. – Да. – А вначале? – А вначале, вначале, конечно, срабатывали стереотипы. Вот честно говорю, срабатывали стереотипы по лечению пневмонии. То есть нам с институтской скамьи говорили, что пневмония должна лечиться антибиотиками. И, к сожалению, вот первые больные наши, они очень много получали антибактериальные препараты. И так как информации по противовирусной терапии практически не было, да, то есть лечили чем препаратами против ВИЧ, да, начинали лечение мы. Мы начинали лечение противомалерийными препаратами, которые якобы определенным образом воздействуют на размножение вируса, точке приложения размножения вируса, то сейчас этого, по крайней мере, мы сейчас четко понимаем. Что, какие препараты, как, конкретно, что мы должны этому больному назначить. – Коронавирусная инфекция, она же как бы действует на весь организм. И она усугубляет состояние, то состояние, которое есть, если, например, у него какие-то хронические заболевания, иногда, конечно, случалось так, что они обострялись и превращались в какие-то необратимые такие реакции. Соответственно, они приводили к таким печальным последствиям. – Летом особенно много было объявлений, требуется плазма крови для такого-то, такого-то, там, обращаться туда-то, туда-то, да. Прямо титр заболевания, те, которые переболели, там, в мае, в июне, там, и так далее, прямо писали, да, с уровнем антител таких-то, таких-то, чуть ли не. А сейчас сошло на нет. – Ну, сейчас потому что… – Схемы поменялись? – Ну, не то, что схема. Понимаете, пациент, вот он переболел коронавирусной инфекцией, должно быть определенный период времени, который длится не две недели, оно может длиться и месяц, и два месяца, да, чтобы образовался иммунитет. Там же определенные показатели должны быть уровня иммуноглобулинов М и Г, да, и поэтому пациенты… Я думаю, что вот как раз сейчас вот уже у пациентов сформировался то, так, скажем так, уровень этих показателей, когда можно сдавать. А летом-то они только начинали же болеть, поэтому… – Поэтому дефицит. – Да, не образовывался как бы достаточный такой иммунитет, который мог бы помочь пациентам. Например, если высокие показатели иммуноглобулина М, это является противопоказанием к переливанию, значит, рецепиента. – Применение вот этой антиковидной плазмы как раз летом. Поэтому мы искали доноров в основном, да, потому что до этого наша станция переливания крови, она не заготавливала антиковидную плазму. – А сейчас впрок заготавливают? – Да, сейчас они спокойно работают. Они работают в плановом порядке. То есть тогда, когда запускался вот этот вот, они только начинали отрабатывать заготовку антиковидной плазмы, они искали доноров. – Больше стало такого, кстати, внимания, профессии, направлению? – Нет, я бы не хотела сказать, что типа того, что у нас больше стало почетных работников, которые висят у нас на доске, немножко поменялось отношение населения к медикам. Вот это я хочу отметить. – В лучшую сторону. – Да, в лучшую сторону стало лучшее отношение населения к медикам. Потому что до этого как-то всё-таки одно время мне казалось, что отношение к медикам стало как к прислуге. К обслуге, вернее, даже. – Я расскажу, почему. – Почему вы мне обязаны, да? Вы обязаны, типа того, что я… – Потому что это прекратило быть медицинской службой, стало предоставлением медицинских услуг населению. Вот с этого момента, наверное, поменялось. А вот когда случилось вот это несчастье, беда пришла, я думаю, что медицина, она опять обрела черты вот этой полувоенной службы. – Ну да, в принципе, по идее, да, действительно, вообще здравоохранение нельзя относить к понятию обслуживающего персонала, да, или услуг, предоставщика, ну вот этого поставщика услуг, да. По идее, мне кажется, что действительно здравоохранение – это структура безопасности, структура государственной безопасности. Потому что вот эта же коронавирусная инфекция, она это показала, да, потому что не будь медицинских работников, которые честно выполняли свои обязанности, что было бы у нас, еще неизвестно. Но вообще в целом мире, по идее, да, медики, они, по идее, никто не отказался, не бросил свой пост. Все выходили, все работали, несмотря на то, что среди медицинских работников тоже есть потери. И потом, в начале, когда вот начиналась вот эта пандемия, конечно, количество медиков, которые умерли, погибли от ковида, от ковида их было много. Но это не у нас, конечно, это вообще в целом в России и в мире. А у нас в Якутске? Ну, у нас в Якутске у нас тоже есть потери, у нас медсестры, к сожалению, ушли. У нас есть врачи, но они, их не было связано с профессиональной деятельностью. Медики, которые просто заразились, как бы они были медиками, заразились, а медсестры, они вот, которые были на посту. Я хочу сказать, что вот то, что показал вот этот период пандемии, все-таки я считаю, что медицинская служба страны и республики, и оно справилось. Все-таки мы работали, мы старались, мы никогда вот, я не слышала, чтобы где-то были какие-то отказы, например, в нашей больнице, да, или там все-таки знакомые тоже мои болели, они отмечают, что все-таки оказание медицинских услуг, оно все-таки на высоком уровне. Невозможно было, оставаясь вот так же, как и раньше, да, мы бы не справились. Только инфекционное отделение с таким потоком больных, конечно, бы не справилось, если бы не прошла перестройка мобилизации сил. Тогда же, вот когда мы только начинали, в мае, весной к нам пришли на помощь со всех УЛУСов. То есть тогда УЛУСов было меньше. В основном был город Якутск, да, и пришли на помощь к нам медицинские работники с УЛУСов. Их командировали к нам, они у нас работали. Ну, благодаря этому, конечно, еще и как бы взаимообмен, да, то есть осенью они уже самостоятельно работали. То есть с лета они уже сами открывали стационары в УЛУСах и сами работали. Поэтому в этом отношении, конечно, это действительно, наверное, мобилизация. Мобилизация сил должна быть. Такое понятие, по идее, должно быть, потому что мы не можем сражаться там в одиночку. Все равно мы должны быть силой, объединенной силой. А вам давно, как бы, разрешили выходить домой? Ну? Да. Ну, с января, с конца прошлого года. С конца прошлого года. А до того прямо там жили, питались? Да, ну, гостиницы. Гостиницы. Изолировано. Как, тяжело? Тяжело. Тяжело. Да, конечно, тяжело. Особенно тем, ну, всем тяжело. Я, например, лично своего отца не видела больше года. Получается, да, с февраля, с прошлого года. Но в феврале мы встретились. Тогда уже пошла вот эта иммунизация. Ну, и потом еще, конечно, останавливало меня то, что он, слава Богу, не переболел. Во-вторых, у меня дети. Ну, тут, конечно, хорошо мне помогло то, что родственники, близкие. Муж у меня тоже медик. Также есть бабушка у них, свекровка, которая вот приняла те обязанности. Грубо говоря, мои обязанности, да, по дому. Потому что с самого начала мы же, я признаю, что я работала практически без выходных. Мы работали до 8, до 9, потому что это пока все. Надо изучить, подождать эти анализы. И, соответственно, по каждому пациенту мы проводили врачебные комиссии, консилиумы. А это же уже все время. Это каждый пациент, хоть он одного и того же пола, одного и того же возраста, у него такие же, например, патологии. Ну, каждый человек он индивидуален. К сожалению, даже вот лечим одинаково. Но бывает, что этот пациент хорошо поддается лечению, а второй, к сожалению, нет. И сидишь потом, ну, думаешь, обсуждаешь, рассуждаешь, почему такое случилось. Поэтому в начале пандемии все медицинские работники, они работали практически без выходных и допоздна. Поэтому, ну, возможно, еще сыграло то, что мы жили в гостинице, нас никто как бы и не ждет, да. Мы не торопились, а мы погрузились полностью в работу, в изучение вот этой новой инфекции, изучение новых схем. В отпуске я привела дома. Ну, то есть какие-то переживы были все-таки? Да. Были, конечно. Ну, аналогично. В отпуске дома? Да. То есть, соответственно, все анализы. То есть обезопасить родных от того, что я, работая в красной зоне, могу принести эту заразу. Ну, конечно, риск такой, что я могу заразить своих родных был. Поэтому, конечно, мы старались ограничивать общение с родными. Девушка, а кто из вас переболела? Я не болела. Находясь под такой вирусной нагрузкой, вы... Не болела. Я в декабре. Переболели. Как прошло? Ну, слава Богу, легко. Слава Богу, легко. Ну, все же подтверждает, да. То есть, ну, ковид – это же не всегда, там, интубация, не всегда смерть, не всегда. Не всегда. Как в начале могло показаться, да. В марте, в конце марта, год назад, я своими ушами слышал, что от руководителей определенных и федеральных, и местных структур звучали предложения «давайте закроем город», как это было в Алдане, да? Было такое. Давайте закроем город, давайте авиасообщение прекратим. Если бы так произошло, легче было бы вам? Ну, не имеет история сослагательного склонения, да. Если бы. Нельзя сказать, потому что мы же не только… Мы не живем на острове. У нас не только авиасообщение. Есть и железная дорога, есть и автотранспорт. Все равно бы эта инфекция попала бы, проникла бы, распространилась у нас. Я думаю, мы бы все равно столкнулись. Но это неизбежно, мне кажется, то, что распространяет инфекцию, она была неизбежна. Может, меньше смерти было бы? Ну, вот насчет летальных исходов, надо сказать, что, конечно… Вы помните, кстати, вот первую погибшую? Погибшую убили. По-моему, это была женщина, пожилая. Да, это была женщина. Она была пожилая, ага. И вообще, надо сказать, что очень тяжело протекают у людей, у которых есть сопутствующие заболевания в виде сахарного диабета, ишемической болезни сердца, и заболевания… Ну, почек не скажу, но вот то, что сахарный диабет и ожирение, это всегда очень сильно настораживает. Очень тяжело болеют, и быстро они дают прогрессирование. Буквально вчера поступил, вроде бы, поражение легких было меньше половины, через несколько дней у него уже полностью поражены оба легкие. Поэтому, как будет развиваться, это всегда вызывает настороженность у нас, как только поступает. Говорят, вот сегодня поступила там женщина, вес у нее 130 кг. Сразу легче ее пока подержать в реанимации, потому что все-таки у таких людей очень тяжело протекает инфекция. И сахарный диабет – наша картинка. Поэтому остальная категория, ну, почему бывают осложнения, вот, очень часто, когда вот случались летальные исходы после ковида, да, возможно, это было связано все-таки с тем, что вот вызывает сгущение крови и образование тромбов этой инфекции. На этом фоне очень часто у нелеченных больных развиваются инсульты, инфаркты. И вот, возможно, после вывески у людей, которые начинали активные физические нагрузки, начинали, как бы, они не принимали, скажем, вот эти препараты, которые разжижают кровь, у этих больных возникали вот летальные исходы уже после перенесенного ковида. Возможно, вот возвращаясь к тому вопросу, который вы спрашиваете. Вы упомянули схему лечения, вы говорили, что вот препаратами от ВИЧ, от малярии, да, ну, есть же вот древняя довольно поговорка «одну лечим, другое калечим», да. А как вы думаете, вот те схемы лечения ковида, они насколько безопасны вообще в целом для организма? Ну, надо сказать, что вообще нет никаких безопасных лекарственных препаратов в природе, нет. Абсолютно. Потому что любой лекарственный препарат – это полка о двух концах. То есть это может быть польза, это может быть очень большой вред. Сейчас мы отошли от этих применений вот тех препаратов, которыми мы пользовались вначале. И мы сейчас осознанно подходим к назначению антибактериальных препаратов. То есть мы сейчас не назначаем их так, как мы назначали их, скажем, весной прошлого года, да. И благодаря этому у нас чуть меньше, мне кажется, всё-таки они быстрее выходят, да. Самочувствие у них быстрее, они быстрее восстанавливаются. Но, конечно, здесь играет большую роль ещё то, что мы даём им кислород, насыщаем организм кислородом. И то, что они лежат в определённой позиции, особенно тяжёлые, больные, да. А, скажем, вот наибольший вред, мне кажется, нисколько вот от этих антималерийных, там, от антивич препаратов пошло, потому что от них быстро отказались, учитывая токсичность этих препаратов, да. А вот, мне кажется, больший вред и сейчас, который не до конца понимается населением, и определённой категорией медицинских работников играют антибиотики. К сожалению, вот эти антибактериальные препараты у нас до сих пор иногда видим, что необоснованное назначение идёт этих препаратов. А я уже говорила, что применение антибактериальных препаратов приводит к снижению иммунной системы, к тому, что человек перестаёт, его организм перестаёт бороться. Он не вырабатывает необходимого количества иммунных клеток. И перестаёт бороться, в результате вот идут вот эти осложнения, которые могут после перенесенного ковида привести к летальному исходу. Ну, в завершение, вот я всё-таки хотел бы немножко отойти от темы того года, который вы пережили, да, и посмотреть вот на вторую картину, которая у нас с Эхту и Мадом, надеемся, очень пройдёт в обычном формате. Что нужно менять в нашей обычной жизни, не ковидной, да? Что бы вы хотели видеть изменённым к лучшему? Не знаю. Вообще, отвлечённый такой вопрос. Что бы вы хотели поменять в обычной жизни? Ну, мне бы хотелось, чтобы всё-таки государство больше обращало внимание на оснащение строительства медицинских учреждений, организаций. Потому что, когда мы начинали, да, то очень большая проблема была с оборудованием, особенно реанимационным. То есть не хватало и аппаратов искусственной вентиляции лёгких, с мониторами были проблемы. Вот эти вот, ну, сейчас такого нет. Это всё было вначале, потому что вот потом уже как бы всё это закупалось, привозилось, и это оборудование, начиная с этих пульсоксиметров несчастных, которые потом пропадали, а потом появились снова, и заканчивая вот этими искусственной вентиляцией лёгких, в принципе, по идее, оборудование, медицинское оборудование и медицинские учреждения, они должны существовать в нормальных условиях, да? Всегда. То есть всегда обновление, ремонт необходимый, обновление вот этого медицинского оборудования, потому что оно устаревает, да, оно морально устареет. Тот же аппарат, скажем, компьютерной томографии, без которого мы сейчас не мыслим в своей жизни, да, которых, всех больных пропускаем через компьютерную томографию моральную, простите меня, он какого года этот аппарат? То есть обновление медицинского оборудования. Хотелось бы, чтобы вот после этой пандемии, как бы, всё-таки отношение к руководству вообще Российской Федерации и нашего региона, оно немножко поменялось, чтобы не было такого, что вот, ну, кризис, понимаете, кризис, поэтому мы вам не можем сейчас вот купить этот препарат или приобрести его там и так далее. Я думаю, что, в принципе, когда мы вернёмся к мирной жизни, хотелось бы, чтобы вот это отношение немножко поменялось. Ну, мне бы хотелось, чтобы всё-таки отношение населения, оно поменялось и к медицинским работникам. Но я не скажу, что прям совсем плохо к нам относятся, но всё-таки более как-то... Иногда бывает обидно, да? Да, да, бывает очень, особенно когда читаешь какие-то там, ну, приходится же читать новости, газеты, что-то случает. Бывает, я не отрицаю, бывают какие-то случаи, и просто шквал негатива накидывается. Я воспринимаю это очень, как бы, серьёзно, потому что я врач в третьем поколении, я видела, как относились к моему двоюродному дедушке, к моей маме, совсем другое отношение. А иногда бывают такие ситуации, что мне даже просто не хочется говорить, что я медицинский работник, там, где-то афишировать, да. Но я бы хотела, чтобы вот это вот поменялось, и всё-таки... Да, я вот сравниваю. Совсем другое отношение было в советское время, в 80-е, да, да, и потом 90-е, и вот сейчас как-то... Хотя тогда тоже было же очень тяжёлое время, не было препаратов, не было оборудования, но как-то вот люди, мне кажется, будут добрее, что ли. Ну и, конечно, чтобы государство поощряло медицинских работников. Ну как-то... Отмечала почаще. Отмечала, ну, отмечала там уровень зарплаты. Это понятно. На самом деле, в завершение я бы хотел сказать, не мы, не я вот лично, да, встал на военные рельсы за прошлый год, не мой сосед, который там очень крутой парень, тягает штангу энное количество раз, у него очень крутая машина, сумели перестроиться и встать на военные, на чрезвычайные меры вот эти вот девушки. Получается так. Они месяцами не видели родных, они боролись за жизнь каждого пациента, который попадал в их руки. И, на самом деле, наверное, еще раз говорю, мы впервые столкнулись с таким явлением, весь мир столкнулся с таким явлением, которое уносит миллионы жизней. И та цена, которую платит наш город, наша республика в этой битве, это тоже есть. Я бы хотел выразить, на самом деле, от своего имени, от моих гостей, искренне соболезнования с тем, кого коснулась печальной степени вот эта вот болезнь. И реально, давайте не забывать о том, что как бы мы ни кляли медицину вот эту нашу, как бы мы ни говорили, что там здоровую почку удаляют и тому прочее. Но еще раз спасибо вам, девушки, за то, что вот вы прошлый год провели отнюдь не в курортных условиях. Спасибо большое от себя лично, от имени своих зрителей. И пусть текущий год будет полегче в этом плане. Я понимаю, что коронавирус, он никуда не пропадет. Но у вас за плечами годичный опыт борьбы с этим явлением. У вас не только ваш опыт личный, да, у вас опыт таких стран, как Америка, как Такистан, как Россия, Япония, все страны мира борются. И дай бог, ну, поменьше будет упоминаний об этом. Потом сойдет. Получил прививку? Нет, не боишься? Боюсь. Ну, ладно, иди. Вот на такое отношение пускай выйдет от этого дела. От вакцинированного журналиста, вакцинированного медиком, приболевшим медиком. Спасибо большое. Это программа «Граждане», которую провел в очередной раз я журналист Дмитрий Оргонов. Увидимся ровно через неделю. Дмитрий Оргонов. Продолжение следует...